Семинар начался с награждения победителей и участников муниципального конкурса «Лучший специалист по охране труда», в котором приняли участие несколько десятков нефтьюганцев. Очень благодарна, во-первых, за организацию таких конкурсов, потому что мы, скажем так, дополняем свои знания, навыки, которые передаем дали сотрудникам для безопасности работы. Профессия сложная, потому что очень важно найти взаимодействие и взаимопонимание между всеми структурами учреждений. Тут и руководители, и работники, а так как мы еще образовательные учреждения, еще и дети. Семинары по охране труда стараются проводить не реже одного раза в год. Темы докладов выбирают сами участники, опираясь на нововведение. Не очень много произошло в этом году, в прошедшем изменении в трудовом законодательстве. В связи с этим очень много поступало вопросов от специалистов, так же от работников. Очень много поступает вопросов по средствам недельной защиты, по их предоставлению работников. Кроме соответствующего доклада устроили и специальную выставку, где представили несколько вариантов спецодежды. Следом сотрудники Центра занятости рассказали о мероприятиях в рамках государственной программы «Поддержка занятости населения». Предусмотрены мероприятия по постоянному трудоустройству граждан из числа инвалидов, а так же мероприятия по постоянному трудоустройству такой категории, как одинокий родитель, многодетный родитель, родитель, воспитывающий ребенка инвалидов. Также, пользуясь случаем, медики провели профилактическую акцию, напомнили нефтьюганцам о том, что такое ВИЧ и пригласили пройти анонимное тестирование.